5 класс 34 серия импликация операция над высказывание когда из высказываний а и b получаем новое высказывание соединяя его словами если а то б итак если бы высказывание а есть высказывание б а затем эти высказывания мы соединяем словами если а то б здесь очень важно какое высказывание идет после слова если это высказывание называется условия а то которая идет после слова то называется заключение давайте посмотрим в каком случае импликация будет истина и в каком – ложно. Допустим, высказывание А – истинное, высказывание Б – истинное, импликация – истинна. Так, допустим, условие – истинно, заключение – ложно, импликация будет ложна. Давайте приведём пример. Высказывание А – истинное. Например, если 4 – чётное число, то и 5 – чётное число. То есть получается ложное высказывание, импликация ложна. И причём это единственный случай ложной импликации. Потому что если условие будет ложным, то независимо от того, какое заключение – импликация будет истинна. Ну, например, если условие – ложное. Например, если 2 – нечётное число, то и 4 – нечётное число. И в целом получилось истинное высказывание. Потому что условие – ложное. Итак, импликация ложна в одном единственном случае, когда условие – истинна, а заключение – ложное. Первая задача. Определите, кто из мальчиков А, Б и В играет в шахматы. Если известно следующее. Из А и В один играет, другой – нет. А и В оба играют или оба не играют. И третья. Обратите внимание, третья импликация. Если играет А, то играет и В. Значит, решая эту задачу, следует помнить о том, в каком случае импликация истинна. А в каком – ложна. Ложна она только в том случае, если условие – истинна, а заключение – ложное. Так, в условии задачи не говорится, сколько человек играют. То есть надо рассмотреть случаи, когда все три, когда они играют два человека из трёх, и когда играет кто-то один. Так, все три играть не могут, потому что вот, исходя из первого высказывания, один играет, другой – нет. Так, дальше надо рассмотреть пары. А, В, А, В и Б, В. Ну, давайте рассмотрим. А, В не подходят, потому что один играет, другой – нет. Отпадает. А, В. Значит, первое высказывание – истина, второе – истина, А, а вот третье – ложно, потому что если играет А, то играет и Б, не подходит. И третье – Б, В. Один играет, другой – нет. А вот второе высказывание у нас не получается истинным, потому что А, В либо оба играют, либо оба нет. Значит, по два человека они не могут играть. И осталось рассмотреть А, В и В. Так, один А может играть? Нет, не может, потому что А и В оба играют, либо оба нет. Не подходит. Так, В давайте посмотрим. Один играет, другой – нет. В не играет. Если играет А, то играет и Б. Обратите внимание, в данном случае условие ложно. А если условие ложно, значит, импликация – истина. А, значит, играет один В. Так, один В может играть? Нет, не может, потому что А и В оба играют, либо оба нет. Итак, ответ задачи – играет один В. Вторая задача. Найдите цифры вот этого числа шестизначного, если известно, что это число делится на 1800. Так, 1800 можно представить в виде произведения. 2 на 9, на 10 и на 10. Число, которое делится на 100, будет оканчиваться двумя нулями. Значит, две последние цифры нам уже известны. По условию задачи известна первая цифра, вторую мы сейчас определим, известно третья и четвёртая. Так, итак, после того, как число мы разделим на 100, отбросим два нуля, оно должно разделиться на 2. То есть вот эта цифра должна быть чётной. Цифра 4 подходит. Так, теперь надо вспомнить признак делимости на 9. Сумма цифр числа должна делиться на 9. Значит, здесь надо написать такую цифру, чтобы сумма цифр числа разделилась на 9. Если мы записываем цифру 6, то сумма цифр числа 18, число делится на 9. Итак, ответ 563 тысячи 400. И третья задача. Белка за 15 минут приносит орех в гнездо. Далеко ли орешник, если налегке белка бежит со скоростью 5 км в час, а с орехом 2 км в час? Вопрос, далеко ли орешник. Давайте расстояние до орешника обозначим за х. Вот это вопрос задачи. Надо найти вот это расстояние. Когда белка от гнезда бежит в орешник, вот она бежит со скоростью 5 км в час. Значит, расстояние х со скоростью 5 км в час она преодолевает вот за такое время. х пятых. Обратно тоже расстояние х, но уже с другой скоростью 2 км в час. А всего туда и обратно за 15 минут. Обратите внимание, скорость дана километры в час. Значит, минуты надо перевести в часы. Так, 15 минут – это 1 четвертая часть часа. Вот уравнение мы с вами составили. Осталось решить это уравнение и найти значение х. Приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель 20. Дополнительный множителю первой дроби 4. Значит, первая дробь – это 4х делить на 20. Дополнительный множителю второй дроби 10. 10х делить на 20. И у дроби справа от знака равенства дополнительный множитель 5. 5 двадцатых. 1 четверть – это 5 двадцатых. Так, поскольку знаменатели равны, равенство будет выполняться в том случае, если равны числители. 4х плюс 10х, это будет 14х, равняется 5. Значит, х равен 5 четырнадцатых. Вот таково расстояние. 5 четырнадцатых километра. Вот на таком расстоянии находится орешник от гнезда. Субтитры создавал DimaTorzok